Антон, сходу у тебя сегодня портал World Soccer определил в 500 лучших действующих футболистов. Видел это? Нет. Как реагируешь? Там только из русских ты, Дзюба, Головин и Соболев. Вау, наверное, приятно. Не знаю, как реагировать на такое. Самых влиятельных, по-моему. Не-не-не, самых лучших действующих. Действующих? Да. Это в мире? Спасибо. А кто это решает? Ну, этот портал. Вот что написано. Ключевой фактор выхода Сочи в квалификацию евро-кубков заслужил возвращение в ЦСКА в виде награды. Очень приятно. Наверное, это такое минимальное вознаграждение за мой труд. Очень похвально. Но вы чувствуете, что сейчас на подъеме? Забили в дерби? Великолепный этап праздновали? Да, если честно, не обращаю внимания. Просто продолжаю работать и не сбавляю темп. А вот это празднование было в дерби – это что? Вы хотели подчеркнуть свое величие? Слишком вы громко говорите величие? Нет. Я простой среднестатистический игрок и величие – это слишком громко сказано. просто, не знаю, насмотрелся ли чемпионов, насмотрелся английского футбола. И это просто импровизация. Ничего больше. В клубе тебя отругали за это? Штраф же? Ну, не отругали. Просто, как бы сказать, взяли на себя ответственность. Ну, наоборот, это было круто. Не за что ругать здесь. Спасибо. Хотели ответить с Леонида Федуна за эти слова? Нет, нет. Вообще никаких личных каких-то действий. Я футболист, я делал свое дело на поле. Ты после гола это придумал или до? Нет, как я могу до. Это чисто воды импровизации. Но ты же помнишь, как он сказал, когда ты забил затос на Спартаку, что этот игрок больше так никогда не забьет. Ты же помнишь это? Как вы провоцируете, да? Классно. Ну, естественно, я помню такие фразы. Но я, как и тогда, после этой фразы говорил в интервью, не обращая внимания, но человек высказался, он имеет на это право. Самое классное на то фото – это лицо спартаковского болельщика, который смотрел на вас? Как вы это делаете? Вас потронивали тогда в том матче болельщики? Как-то пытались вывести себя? Нет, если честно, нет. Не слышал. Просто такая хорошая громкая атмосфера была, поэтому не обращаю внимания. Антон, если честно, вот сегодня зубы нет в сборной. Тебя проще от этого? То, что конкуренции меньше? Как от этого может быть проще, если любой футболист, какой не вызывается, либо вызывается, разницы нет. Конкуренция есть, конкуренция. Я считаю то, что сейчас достойные нападающие собрались, которые в премьер-лиге, ну, с хорошей статистикой. И в любом случае, не просто это сборная, а конкуренция всегда будет. По поводу статистики, Смолов не забивает после Мальты, а Галаров после вызова сборной. Вы понимаете, что у вас сейчас главная надежда в атаке сборной? Опять же, громко сказано надежда. Я просто делаю свое дело, я тренируюсь, а там уже будет зависеть, какую тренер выберет тактику или какой стратегии мы будем играть. Кто, ну, будет получать место в составе, тот будет играть, кто будет работать и доказывать на тренировках, кто-то того и выберет Георгиевича. Ну вот, кстати, говорят сегодня как раз о тактике, если говорить, Валерий Георгиевич вышел с папочкой, черная папка с большой буквой К, наверное, Карпин. И, очевидно, что пытался он перенести, наверное, что-то из теоретической подготовки к матчу, из плоскости папки на плоскость футбольного поля. Получилось ли это? Поскольку мы видели, что тренер по физподготовке чуть ли не за руку водил футболистов, объясняя, что за упражнение сейчас будет происходить. Ну, вы же понимаете то, что нам даны несколько дней, и за эти несколько дней мы пытаемся игроки прямо вкусить всю ту информацию, которую тренера до нас пытаются донести, а в свою очередь тренера хотят больше уделить тактике. И вот так и получается, что мы доходим до того, что каждого вводят за руку, и правильное расположение на поле – это залог успеха, поэтому стараемся тактику с теоретического занятия перенести на поле. Антон, Карпин сказал в интервью, что ты был один из тех игроков, который выразил готовность быть капитаном. Можешь рассказать про это? Ты реально готов? У нас каждый готов быть в команде капитаном, и мы это выяснили на предматчевых собраниях перед сентябрьскими играми, поэтому, конечно, я готов. Если тренер скажет, что ты сегодня капитан, я с радостью приму. Для меня это величайшая будет такая, можно сказать, честь. А если нет, то все равно я не расстроюсь никак и буду делать свое дело на поле. Насколько вам комфортнее работать по вечерам? Как-то немножко отвыкли от того, что сборная тренируется в таком ночном режиме? Честно, мне разницы нет. Наверное, лучше в том плане то, что игра будет вечером, поэтому мы подстраиваемся по времени к игре. Антон, вчера Денис с Захаряном ушли раньше времени. Сегодня не до конца тренировались? Ты все-таки был на тренировке? Видел? Денис, по Денису не знаю. Денис вроде раньше закончил. Он будет главный тренер, можно будет. Молодые вчера тренировались, сегодня вообще как они? Ну тот же самый Игнатов, Баженов. Хорошие ребята, не портят картины, отличная самодача, только положительная. Вы были в сборной и когда был Дзюба, и когда его сейчас нет. Большая разница по микроклимату, но можно сказать, что тогда главным был Дзюба, а сейчас главный Карпин? Не скажу. Есть команда, есть костя команды, которые в большем случае, ну в большем времени не меняется, поэтому атмосфера одна и та же. А плюс-минус никаких. Баланс тот же. Кто сейчас вместо Дзюбы номер один по шуткам, по созданию вот этой беседой атмосферы? Ну у нас в команде 30 человек, и у 30 игроков очень отлично с юмором, поэтому тут проблем нет. У Карпина по тренировке можно понять, кто в основном составе, кто нет? Нет, это нет вообще. Всегда разные составы, разные сочетания, поэтому невозможно предугадать. А как происходит понимание, когда кто в основном составил? Узнаете за час, вы узнаете накануне на теориях? Как это? Только перед игрой, только состав. За несколько часов на установке? Ну да, поэтому. Не, может какие-то индивидуальные беседы будут, поэтому могут там сказать. А так только на установке. Словаке уже начали изучать, что нам ждать от соперника, и как будете мстить за поражение весеннее. Да, мы изучаем соперника, ну и вы увидите все на поле. В данный момент просто главный тренер может больше сказать о подготовке. Я лишь могу только выразить о своих действиях на поле, которые требования есть. Как играть против Словской обороны? Может быть, вы видели первый матч. Что там, в чем сложности могут быть? Посмотрим. Это та команда в первом круге, которая была. Я думаю, она может измениться по составу. Кто-то в другой форме приедет на игру. Будем отталкиваться уже именно в день игры. Несколько заключительных. Дзюба нет, Агаларов молодой, Смолов проводил сентябрь. Вы чувствуете, что сейчас пришло ваше время, вы можете стать основным нападающим, выйти с первых минут, проявить себя. Что вы сейчас номер один в атаке. Опять же, очень громко. Слишком такие громкие слова, честно. Вы мне, наверное, слишком листите. Но проявите наглость. Как вы проявляете это в дерби? Я проявляю наглость не здесь, среди вас. Я буду это проявлять на поле, естественно. Но я не могу сказать, кто-то провалил меньше, кто-то больше, кто-то сейчас в топовой форме, кто-то ниже формы. Мы сейчас находимся в национальной команде. И мы сейчас настолько дружны, что никто не смотрит, как он выступает в чемпионате. Вы знаете, что в сборной мы играем все за Россию. Поэтому будем выкладываться все на 100%. И кто проявит себя, кому достанется те счастливые моменты на поле, тот и будет отрабатывать их. Я просто был продиктован тем, что сейчас ваш статус изменился. Не только от того, что вы попали в топ-500 лучших футболистов мира, что вы реально вас поднимаете сейчас, возможно, как ключевого нападающего на данном этапе. Вы хорошо себя проявили. Я готов ко всему. И если я туда попал, значит, мне просто надо идти по тому же пути, который я пришел. Вот он один забитый гол за сборную. Вряд ли он может быть удовлетворенным, как нападающему. Есть ли вообще какая-то цель преодолеть 15-20 мячей? Либо вообще есть вероятность побороться с Зюбой, с Киршаковым, за звание выше бомбардиров? Ну, на протяжении всей карьеры фраза «невозможное, возможно» звучит у меня как можно чаще. Поэтому, естественно, я недоволен своей статистикой в сборной, но у меня есть все возможное, чтобы ее изменить. Вам по сравнению с клубом в сборной много необходимо перестраиваться? Быт, тренировки, распорядок дня? Нет, вообще нет. У меня примерно в клубе то же самое. Ну, то есть плюс-минус тоже в клубе. Вы отчитываете с утра, каково ваше состояние? Тоже нельзя кушать сахар? Тоже так следят жестко за весом? Нет, жестко за весом только я слежу, потому что я понимаю за последние годы карьеры, что это реальный такой фактор, когда уже подходит карьера к 30 годам, что вес каждый лишний килограмм влияет на твой игровой ритм, на твою физическую подготовку в игре. Поэтому, естественно, с возрастом ты понимаешь, что надо быть профессиональнее, надо больше уделять времени и восстановлению, и подготовке к тренировкам. Но, естественно, я следую за этим очень сильно. Остальные игроки, получается, расслаблены? Я за остальных игроков не могу сказать. Естественно, только за себя. Стиль сборной Карпина энергозатратный. Много рывков, много прессинга. Насколько вы чувствуете, что команда этого держит? Потому что по матчам предыдущим были вопросы. Насколько вы готовы к тому, чтобы сразу вступать в борьбу и накрывать соперника на его половине поля? Вы знаете, это такой стиль европейский. И, если честно, дать немного побольше времени поработать с Георгиевичем. Я думаю, этот стиль можно просто реально быстро предотвратить в реальности и в матчах уже использовать на все сто. Но это будет зависеть, как кто работает в клубе и какой стиле у каждой команды. Естественно, стараемся перед матчами, сборными все под один уровень быть и выкладываться на все сто процентов. А там уже заменят. Кто выдержит, сколько минут, столько и получится. Спасибо большое.